Второе рождение. В Астане после четырех лет простоя вновь запущен молочный завод. Возобновить производство предприятию помог нацхолдинг «Казагра». Благодаря кредиту в 700 миллионов тенге руководство завода восстановило технологические линии и закупило сырье. Одной из первых новую молочную продукцию продегустрировала наша корреспондент Анна Рабайгазинова. В этих цехах сейчас непривычно шумно. После четырех лет простоя здесь снова запущены немецкие и итальянские конвейеры. Они перерабатывают сухое молоко из России и Беларуси. В итоге получается казахстанский продукт под маркой «Жаным». В сутки завод производит до 100 тонн концентрированного молока. Первые партии пойдут однозначно в Астану. Цена на полке будет чуть ниже конкурентов, потому что мы давно не были на рынке. Конкурентам скажем, держитесь, мы идем. Осуществить задуманное руководство завода помог национальный холдинг «Казагра». Именно он для развития выдал предприятию кредит в 700 миллионов тенге. Финансовую поддержку получат и другие отечественные проекты в сфере переработки сельхозпродукции. В партии национального холдинга «Казагра» 417 проектов. Под ее суммой проекта достигает 238 миллиардов денег, поскольку мы привлекли дополнительные ресурсы, детсовские ресурсы. То есть мы используем все возможности финансирования для того, чтобы максимально увеличить объемы производства. Основной упор производители делают на качество выпускаемой продукции. В приоритете только натуральные продукты. Поэтому руководство нового завода при поддержке «Казагра» планирует построить собственную молочную ферму. Открыть недалеко молочно-товарную ферму современную на 1200 голов, для того, чтобы значительно увеличить долю натурального молокосырья при производстве таких продуктов. Специалисты завода говорят, что в партнерстве с «Казагра» в следующем году здесь начнут выпускать не концентрированную, а натуральную молочную продукцию. Также планируют наладить производство соков и детского питания.